Доброе утро, уважаемые трейдеры! Для нас каждый отчет, по сути, это хлеб, потому что в каждом релизе мы пытаемся найти что-то, что либо соответствует ранее взятому курсу торговли по инструменту, либо является уже сигналом того, что от каких-то идей нужно отказываться. Друзья, крайне интересное начало нового года. Мы видим то, что инструменты не просто показывают высокую волатильность, а бьют рекорды многолетние, обновляют какие-то активы максимума, какие-то минимумы. В данном случае по доллару мы видим серьезную просадку. Такое ощущение, что доллар в прямом смысле захотели уже похоронить. И пока что те, кто тащит этот актив вниз, им это прекрасно удается делать. Хотя тот новостный фон, который мы анализируем, опять же, не такой уж и беспросветный для американца. Вот, в частности, прошлая торговая сессия, это сессия о пятнице, несколько важных отчетов, на которые мы обязательно должны были обратить внимание. Мы готовились к этим данным, это о рыночной продаже инфляции. И я не скажу, что статистика разочаровала. Более того, отдельный индикатор, это базовое значение инфляции, оказался лучше даже прогнозов и рыночных ожиданий, что в конечном счете, друзья, должно быть хоть какой-то надеждой для тех, кто ставит на рост доллара, потому что базовая инфляция, это, конечно же, настолько важный индикатор, что о нем можно говорить уже через призму его влияния на решение представления ФРС по процентной ставке. Соответственно, друзья, мы, безусловно, следим за фундаментом, который имеет, скажем, американский окрас, потому что понимаем, что цикл повышения процентных ставок в рамках ФРС, он будет оставаться и должен быть одной из основной идеи среди, опять же, прочего фундамента для тех трейдеров, которые делают большой акцент на фундаментальные анализы. Обо всем давайте, как и всегда, поговорим подробнее, тем более, что еще раз напоминаю, что брейки проходят каждый день в прямом эфире через приложение Перископ. Вы можете установить его на ваше мобильное устройство. Вроде бы даже есть версия для, собственно, десктопной версии. Это в зависимости от того, что вам ближе. Ну, и те, кто интересуетесь, наверняка уже смогли, скажем, найти, подобрать для себя нужный формат. В прямом эфире в 9.30, друзья, также параллельно мы делаем запись. Соответственно, те, кто не может присутствовать по причине, возможно, неподходящего времени, не забывайте, что вы всегда можете зайти на канал на YouTube и посмотреть актуальные брифинги. Там они проходят каждый день, поэтому вы, надеюсь, остаетесь в курсе всех важных событий. Ничто, скажем, не обходится без внимания и не ускользает от нас. Давайте начнем с нефтянки, потому что нефть не очень-то торопится сейчас развивать коррекционную динамику, хотя дополнительные сигналы с учетом последней торговой сессии у нас уже появились. В частности, весь тот рост, который мы наблюдали в рамках прошлой пятидневки, он базировался на, собственно, американской статистике, это данные по запасам. Помните, что уже восьмую неделю подряд, друзья, запасы снижаются на существенную цифру. Это позволяет трейдерам окупать инструмент в расчете на то, что он имеет серьезное основание для роста. Но, опять же, не хочется повторяться. Я неоднократно уже озвучивал позицию, почему запасы – это не тот самый, скажем, колосс, на котором можно выстраивать длинные инвестиционные идеи. Надеюсь, то, что кого-то из вас я смог убедить, и вы с, может быть, больше превзятостью уже ждете следующую статистику от Министерства энергетики США. Это релиз, который будет вовлекован уже в предстоящую среду, точнее, в четверг, потому что сегодня в США праздничный день, день Мартина Лютера Акинга, соответственно, отчеты, как всегда, с учетом таких праздничных событий и с учетом закрытия торговых сессий, они едут на сутки вперед. Поэтому данные от Министерства энергетики, друзья, мы с вами будем анализировать не в среду, а в четверг. Возвращаясь к статистике от Министерства энергетики, на прошлой неделе она, безусловно, еще порадовала покупателей тем, что мы увидели отчет по объему добычи из США, и производство у них очень сильно сократилось. Вот такие даже здравые логики. Нельзя было что-то уж точно использовать в качестве аргументации таких данных. Я лишь ссылаюсь на праздничный период, на сезонный спад. И, возможно, трейдеры не затащили высоко за 70 бренд, только потому что тоже уповают на сезонность этого релиза. И так же, как и мы, ждут, собственно, статистику, которая выйдет в этот четверг по объему добычи, чтобы убедиться в том, что истинные цифры совершенно другие. А сейчас загрузка уже на, мне кажется, максимальных показателей, которые можно достичь сейчас с учетом имеющихся возможностей ресурсных. Сейчас уже нам не нужно уповать на праздники. Все работает в штатном режиме, поэтому мы смело можем ставить на то, что производство нефти в США будет увеличивать обороты и расти. Почему я делаю заявление о том, что производство нефти будет увеличиваться? Потому что у нас в минувшую пятницу вышел отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. И, собственно, как мы с вами ожидали, статистика должна была войти в свою канву роста. И так оно и произошло, потому что прирост сразу на 10 единиц мы перевалили с вами, как планировали, надо сделать еще несколько недель назад, за 750 единиц. Актуальное число 752 платформы буровые, которые специализируются на сланцевом бурении. Исходя из роста количества терминалов, логично предположить то, что должны увеличиться и объемы добычи. Соответственно, друзья, ждем статистику, собственно, на этой неделе, в этот четверг, и ждем, что в этот раз она может оказать поддержку именно продавца. Добавляем сюда факт существенной перекупленности нефтянки. Вы посмотрите на контракты от американской комиссии по торговле товарными. Еще сами сейчас позиция в ЛОНГ, она максимальная, которая уже является свидетельством назревающей коррекции, и к ней нужно быть готовыми. Для фундаменталистов еще одна хорошая новость, она заключается в том, что текущие цены на нет начинают постепенно уже заставлять представителей ближневосточного картеля мотивировать на то, чтобы начать обсуждать возможности выхода из соглашения, досрочного выхода. И, в частности, первой новостью у нас могут поступить уже, друзья, на этой неделе, поскольку на этой неделе состоится встреча нефтедобывающих стран, скажем, Костяка, ОПЕК и ключевых производителей вне ближневосточного картеля ОМАНИ. Это встреча, собственно, информация о ней поступила по рейтеру со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. Я склонен доявлять эту информацию, и, действительно, одним из основных вопросов, которые будут на повестке, это уже достигнуты очень высокие цены по бренду, 70 долларов за баррель. И, соответственно, уже, может быть, не такая уж и целесообразность, острая необходимость в том, чтобы дальше соблюдать квоты и взятые обязательства по снижению добычи. Поэтому, друзья, если информация в каком-то формате уже будет поступить на рынок со ссылками на отдельных представителей указанных регионов, участников энергетического пакта, я думаю, что у нас будет уж совсем крутое основание, чтобы готовиться к потенциальному и возможному развороту. Ну и параллельно не забывайте, что администрация энергетической информации не отказывается от своих крутых планов по росту объема добычи на этот год. Вот показатели, безусловно, будут корректироваться, но минимум, на что мы сейчас можем рассчитывать, это достижение планки в 10,2-10,3 миллиона. Но для того, чтобы эти прогнозы выдерживались, нам, конечно же, нужно из недели в неделю наблюдать то, что растут объемы добычи нефти США. Вот как раз в этот четверг мы с вами за этой статистикой последим. По нефтянке я сохраняю короткую позицию, сохраняю убежденность в том, что разворот уже близок. И полагаю то, что он действительно может произойти в любую минуту. Хочется также еще добавить то, что статистику BankerHuse, которая выходит у нас в пятницу, мы традиционно обычно начинаем активно отыгрывать вот в ходе торговой сессии понедельника. Ну, завтра уже подведем итоги сегодняшнего дня и посмотрим, насколько эта традиция поведенческая такая, немного с отложенным эффектом была выдержана сейчас. Ну, это, собственно, разговор уже завтрашнего дня. Курс рубля 56-54 до тех пор, пока у нас сам рынок не убедится в том, что нефтянка должна стоиться гораздо меньше, чем текущее значение по бренду WTI. Рубль будет чувствовать себя бодряком. Собственно, 56-54 это уровень, который далеко отстает от нашей с вами цели. 58-59 это ближайший ориентир. Но я думаю, что, друзья, вы все прекрасно понимаете, насколько может быть быстрой девальвация российского валютного инструмента по мере, опять же, активизации продавцов на рынке черного золота и существенного ослабления нефтянки. Стоит только бренду потерять от 3 до 5 процентов, как у нас снова по паре доллар-рубль за маячин котировки 58-59. Мы, собственно, их с вами и ждем. Евро против доллара. Здесь просто космический уровень. И вот, кстати, с коллегами, конечно же, приходится обсуждать то, что происходит на рынке. Мне понравился комментарий одного из, опять же, приятелей, который также следит за всем, что происходит на финансовых площадках. То, что сейчас абсолютно действительно нетривиальная ситуация. Рынки волшебны. Просто заряженный пруд вверх, вопреки всем тем основаниям, которые должны были быть использованы, чтобы мы не видели таких крутых уровней в плане переписи хайов. А, напротив, должны были наблюдать тот же самый евро, ну, пониже точно отметки 1.20. Но не скажу настолько глубоко и насколько сильно ниже. Но все-таки не на уровне 1.22, где мы видим евро сейчас. Что же используется в качестве основных катализаторов для роста евро? Ну, здесь три причины. Можете выбрать любую для себя, которая кажется вам наиболее влиятельной. Это, во-первых, слабость американца. Мы об этом поговорим, когда перезучимся на опару доллар-японская иена. С чем она связана? Ну, снижение действительно доллара, которое наблюдается вдоль всего рынка. Доллар реагирует за спадом индекса. Мы видим то, что и с доходностями аппликаций. Сейчас не все так сладко складывается, как мы хотели бы видеть. И создавались для этого предпосылки еще в начале прошлой недели. Но все очень быстро изменилось. Второй фактор поддержки для евро – это публикованные протоколы последнего заседания Европейского центрального банка. И в них, друзья, я скажу то, что на рынке сейчас обсуждается, и то, что трейдеры мусолят сейчас как основной триггер для роста евро. Но лично я, знакомившись с протоколами, не увидел таких уж и точных, конкретных намеков со стороны ЕЦБ о том, что данный регулятор готовится к нормализации денежно-кредитной политики. Но это правда, друзья. Я не буду вам врать. Я просто озвучу позицию, которая сейчас на рынке присутствует. Вот, кстати, те СМИ, которые переведены, опять же, на русский язык, уже со ссылкой непосредственно на Европейский центральный банк, то, что в этих комментариях, которые были даны, звучат четкие, опять же, сигналы от регулятора Европейского союза. То, что в ближайшие месяцы, ну или, по крайней мере, до конца 2018 года, Европейский центральный банк может вернуть ставки к нулю и также до нуля сократить объемы выкупа облигаций. Не увидел я таких комментариев уже со ссылкой на первый источник, друзья, с которым я ознакомился. И мне кажется, это несколько предусмотрительно. Даже понимая логику Европейского центрального банка, который дорожит и крайне настороженно подходит к любым заявлениям, которые касаются перспектив процентной ставки программы количественного смягчения, они, в принципе, не могли сделать таких комментариев, потому что любой, скажем, прямой посыл на то, что должно произойти с программой QE и что должно произойти с процентными ставками, это резкий скачок и рост волатильности, турбулентности и, соответственно, неопределенности. Регуляторы обязаны просто избегать таких действий. Поэтому хочется ли вам верить то, что кто-то интерпретировал в плане вот этих намеков на нормализацию денежно-кредитной политики, вы вправе решать действительно сами. Ну, возможно, вам действительно стоит это сделать, если вы покупаете европейскую валюту и считаете, что у вас до этого, скажем, до того, как евро был ниже отметки 1.20, были тоже сигналы, позволяющие покупать евро. Но на самом деле их особо-то и не было. Ну и, пожалуй, действительно позитивный момент для европейской валюты сейчас стоит отметить, это факт достигнутой договоренности о формировании коалиционного правительства между социал-демократами и партией Меркель. Несколько месяцев, собственно, они подались, не могли договориться. Мы помним и позицию социал-демократов, которые, в принципе, не хотели договориться с Меркель, но, видимо, что-то изменилось. Какие выводы мы можем сделать из факта, уже можно сказать, созревшего коалиционного правительства? То, что Меркель основа, скажем, канцлер и наличие мощного правительства и парламента, скажем, не то чтобы однопартийного, но все-таки позиция у них должна быть едина, особенно если учесть то, что эту позицию будет лоббировать Меркель. Конечно же, снижаются и риски политической неопределенности. Но это не долгоиграющая тема, поэтому, друзья, нам придется, хочешь не хочешь, но все-таки обратить свой взор на то, что произойдет с политикой Европейского Центрального Банка дальше. Кстати, на этой неделе у нас данные по инфляции, посмотрим на отчет. Уверен, что статистика будет хуже прогнозов и очередное снижение индексов потребительских цен. Не важно, либо основного значения инфляции, либо базовой инфляции, этого будет достаточно, чтобы вернуть на рынок и альтернативную, и, на мой взгляд, более интересную позицию, более аргументированную обоснованную позицию, связанную с тем, что Европейскому Центральному Банку еще рано думать о том, чтобы выйти из тех экономических стимулов, которые сейчас используются. Поэтому, я думаю, что так же, как и по нефтянке, как ни крути, но евро нужно будет спустить пониже текущих значений, нужно будет снять факт очевидной перекупленности, и произойти это действительно может тоже, а в любой момент, но здесь без поддержки, опять же, сильного доллара не обойтись. Здесь остается только поставить на американца и ждать, и искать в рынке тот самый фундамент, который развернет все-таки доллара. И вот теперь давайте перейдем, собственно, к американцу. Здесь стоит отметить сразу блок статистики, который мы с вами анализировали на заключительной сессии прошлой недели. Это ровничные продажи индексов потребительских цен. В целом, на мой взгляд, статистика не то чтобы идеальная, но она точно уж хорошая, и уж наверняка ее нельзя назвать плохой. Ровничные продажи выросли у нас четвертый месяц подряд 0,4%. Я вот не поленился, выписал годовые результаты с 2015 года, как у нас растет розница. Вот в 2015 году у нас годовой прирост был 2,6%, в 2016 году 3,2% и в 2017 году 4,2%, друзья. И вспоминая очень сильные показатели по экономическому росту, отталкиваясь от тронечных продаж, мы тоже можем, в принципе, подтвердить, поддержать позицию представителей ФРС, то, что экономический рост базируется на очень высоких показателях активности потребителей. Но вот при таких высоких показателях активности потребителей, почему не растет инфляция? Меня этот вопрос тоже очень тревожит, хотя если, опять же, сослаться на индекс потребительских цен, 2,1% в годовом выражении, ну, это, собственно, статистика, это показатель инфляции, который учитывает цены на энергоносители и на продовольствие. 2,1% с 2,2% в месячном выражении прирост 0,1%. В прошлом месяце рост был существенный, на 0,4%. А вот базовой инфляции считается то, что самый чистый, самый объективный показатель вырос на 0,1% до 1,8%. Но все равно на этом фундаменте доллар не смог восстановиться против японского конкурента, продолжил терять стоимосные позиции. Мы уже видим сейчас пару ниже отметки 111, и, конечно же, технари сейчас разводят руками, говорят, ну, это же было очевидно, это же было понятно, мы оттолкнулись от сопротивления, и совершенно железобетон идем к уровню поддержки. Да и ни черта подобного, друзья. С таким фундаментом, с которым мы работали, то, что случилось сейчас, было абсолютно непрогнозируемо. Ну, если только вы не закрываете глаза на все, что происходит, опять же, в плане глобальной экономики, то, что толкает истинно курсы доллара, отталкиваясь от той же самой политики, федеральной резервной системы, то, может быть, такие аргументы технарей являются нормальными для вас. Хотя я, как вы знаете, сторонник все-таки другого подхода, и, к сожалению, сейчас мне приходится констатировать, что фундамент не находит должного отражения в поведении американцев. Но, с другой стороны, считается то, что основной причиной, за которую доллар активно потерял и продолжает оставаться под давлением, это определенные проблемы с вопросом о потолках государственного долга. Так вот, сроки постоянно переносятся, проблема затягивается. Соответственно, если сейчас нет конкретных лимитов для потолка государственного долга, то, значит, нет возможности его превышать. Если нет возможности его превышать, значит, ставятся практически на стоп операции, которые, секундочку, операции, которые предполагают продажи, собственно, облигаций. Эта тема уже гораздо интереснее, друзья, я буду держать вас в курсе, что происходит с рынком государственного долга США с казначейскими облигациями и с показателями их доходности. Но пока признаюсь, то, что мы видим по доходности десятилеток, это не тот самый, скажем, базис, на котором можно расти по доллару. Остается следить за новостным фоном и ждать, когда американец, пусть и с несколько запоздалым все-таки эффектом, но вернется к теме неизбежного повышения процентных ставок и вернется к теме должного позитива, который касается реализованной налоговой реформы. Пока что такое ощущение, что доллар не в курсе, что два вот этих важных фундаментальных момента, они, собственно, находятся где-то рядом совсем, и их можно использовать, чтобы расти против всех основных конкурентов. Возможно, то, что происходит на рынке, уже убедило вас пересмотреть свое отношение касательно доллара, но я, пожалуй, возможно, останусь единственным представителем, скажем, старой школы, школы старой закалки в отношении доллара, то, что я его покупаю, друзья. И с учетом того фундамента, с которым мы работаем, долгосрочным, но мне совесть просто не позволяет сейчас взять и начать продавать доллары, потому что это было бы вопреки реально всему новостному фону, который сложился. Не буду противоречить сам о себе. Британец против американца вырос, достиг нашего целевого уровня 1.37, друзья. Я думаю, что кто-то из вас, может быть, пофиксил результаты сделок, кто-то продолжает держать фунта. Я из сделки вышел на отметке 1.37, буду держать у вас в курсе, если снова начну торговать этим активом по уровням. Соответственно, что можно использовать в качестве аргумента роста британца? Ну, я думаю, что причина все-таки кроется в долларе, хотя трейдеры нашли позитив, касающийся даже Бринсета, считая то, что сейчас очень высокие шансы на мягкую сделку по Брекситу. Якобы были комментарии, в пятницу я, к сожалению, не нашел, поэтому не буду, опять же, зазря вас обманывать. Как только конкретно будет, со ссылкой на источник, на конкретного представителя, собственно, этого комитета переговорческого Англии и Европейского союза на Брексит, я вам обязательно расскажу. Но пока каких-то новостей нет. И, друзья, на этой неделе мы с вами по Британцу ждем статистики по индексу потребительских цен и по роничным продажам. Ну, практически такой дублет, который мы анализировали по рынку США. Соответственно, инфляция у нас уже завтра, а роничные продажи попозже. От статистики ждем поддержки для Британца. Ну, это особенно, наверное, актуально для тех, кто продолжает оставаться в длинных позициях. Я буду держать вас в пользу всех, опять же, событий и того, как фонд будет реагировать, собственно, на этот новостной фонд. Ну и пару слов еще про доллар канадец. Котировки на текущий момент 1,2450. Мы сохраняем прежние ориентиры. Это отметка 1,27-1,28. Очень большую ставку трейдеры делают на то, что на этой неделе Банк Канады повысит процентную ставку. Я хочу, чтобы вы вспомнили последние действия Банка Канады. Я хочу, чтобы вы вспомнили, каким последствиям они привели именно снижение инфляции и, ну, плачевным последствиям для активности домохозяйства. И я надеюсь, что в этот раз канадский регулятор все-таки не будет торопиться, потому что очень мало времени прошло еще со времен последнего повышения процентной ставки. Если ссылаться на заседание Банка Канады двухмесячной давности, я хочу напомнить вам, что там был озвучен комментарий, что мы, это, собственно, в лице всего регулятора Канады, собираемся подождать не меньше квартала двух и посмотреть, как домохозяйство адаптируется к решениям прошлым по росту процентных ставок. Сейчас почему-то рынок об этом забывает и всерьез полагает то, что Банк Канады пойдет на повышение процентной ставки. Я, пожалуй, останусь привержен своей точки зрения, своему мнению и считаю то, что даже несмотря на закладывающиеся ожидания роста ставок, решения не будет. Соответственно, в эту среду у нас есть возможность получить очень серьезный импульс роста для пары USDCAD и, возможно, увидеть ее на уровне 1.26 или даже повыше. Друзья, собственно, из важных событий и того, о чем я хотел рассказать вам сегодня, это все. Торговая сессия понедельника, как бы всегда, не плещет на статистику. Будем ждать появления событий, которые не обозначены на повестке экономического календаря, но периодически случаются. Соответственно, увидимся завтра, снова в 9.30 по московскому времени. Обсудим то, что на рынке произойдет сегодня и посмотрим, как действовать по инструментам дальше. Не забывайте, что сегодня в 16.30 еще состоится вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз разберем события прошлой недели и поставим недельные ориентиры по ключевым валютным парам. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.